привет и что ты залагал и что ты залагал привет да ты думал я тоже залагался добрый вечер добрый вечер здравствуйте шо вы до сих пор сидите вас интересуетесь этими еврейскими вопросами в карине на не только почему ну как не только а зачем карина то у кому-то я про что-то рассказываю интересно как защищается израиль или система безопасности как выходить из стресса безопасности ну ясно слушайте а как это у кори не поможешь в этом рассказывать как защищать но потому что делать безопасность личное дело каждого и тот кто плюет на нее может попасть под обстрел бомбеж ясно так смысл если у нас нету вашего вашего купола у нас нету то смысл его сказывать что у вас есть причем здесь я не рассказываю я рассказываю про то как соблюдать например все это стоит соблюдать меры безопасности если есть сирена нужно идти думаете это поможет кому-то никто не хочет никуда идти это не поможет выбор человека я вам скажу как есть я живу киеве вот значит сирена звучит всем плевать вот все просто вот так конечно не там правильно согласен хорошо выбор человека конечно мимо и выбор тоже никуда не не прятаться ваш да так почему это интересуетесь еврейскими вопросами по украине ну потому что это история моего народа я вам поговорил ну вот мне просто вы вот под таким уклоном я же видел вас в разных богах вроде как нормально общаетесь но у вас есть такой уклон типа что вот украинцы виноваты в том что вот евреев где-то там унижали вот такой ответственность есть не виноват ну вот и что что ответственность за что ну опять опять шаманку я не хочу над тем разговаривать вы же говорили что вы поговорите с воксом веритать ну ладно ну так я с ним не говорю еще как бы так пересмотрите видео он же выставил с нами видео там он ну да так я видел видео 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 ну он разве не сказал про все это то что я вам сказал не ну сказал так мне интересует вот ваша типа позиция что вы хотите этим добиться типа понятно что были были казусы в истории украины как бы как и в другой любой истории светлый и темный конечно ну то то что погибают евреи когда там идет война либо когда какие-то правые украинцы хотят сделать какую-то гадость это как бы общую картину не меняет типа как мне кажется ну то есть есть российская империя которая издает законы которые абсолютно запрещают еврейство на есть украина которая никого как бы евреев никуда не пыталась запрещать смотрите вот было унр вот я например вот вы любите деньги показывать правда есть в этом тоже какая-то своя историческая вещь но есть например сто карбоновцы я написан на трех языках иврит польский и украинский вы видели да видел ну и представьте какие было классное время значит что-то было значит правильно сделано ну да была какая-то идея ну это же здорово никто же за это не говорит про это время правильно же это значит что-то хорошие ну течение разные разные взгляды вот таша то что государственность пыталась создаться украине она не запрещала еврею я дни никуда такой даже не пытался думать что где-то еврею как то здесь и хоть кто-то пытался запрещать вопрос вы же поймите вот меня такое представлено в израиле было то же самое когда у евреев были очень правые и споры были очень дикие и евреи израиль и израиль они творили тоже большие гадости по отношению к арабскому населению отношению британскому это все проходит процесс очень сильная нациализация очень в какой-то момент ты приходишь к тому что все ну нельзя так да это было мы это принимаем все знаем улицу нельзя называть тем кто устраивал погромы арабов доходило до этого что израильтяне и евреи называли в деревне улицу в арабской деревне улицу тем кто делал эти погромы но идиотизм согласились так какая ваша цель и что вы хотите этим цель нет цвет в том что добиться да ничего не хочу добиться ну вы же вот как вы же как за тревогой говорили что ну как если есть угроза то прятаться вы как рассказываете что нужно примитивно сказал на самом деле когда ты человеком разговариваешь у него есть ну вот ему хочется услышать например он увидит что человек нормально разговаривает и ты можешь сказать слушайте вы здесь не одни вас никто не бросил он спрашивает всегда что израиль 70 процентов израильтян за вас правительство как может так и делает тоже за вас ваша первая леди приехала сегодня с официальным визитом народ израиля с вами какой-то идет повесил на кран лакчевака вагнула его уволили кран лакчевака ну я понимаю дать понять ощущение что вы не сам в собственном соку варитесь и как бы что вы не остались одни и людям это помогает вместо того чтобы например на какого-то россиянина выбросить негатив который не поможет услышать человеку что в принципе ребят все нормально вы не одни и вы в принципе за правое дело боретесь это же тоже поможет ну вы же понимаете что сейчас как раз таки когда идет война пропаганда работает на полную катушку и в том числе старается задеть собственно какие-то вопросы по антисемитизму каких-то украинских течений чтобы их полностью полностью вот дискредитировать в глазах украинцев которые верят что такое да вот собственно вот собственно когда я услышал ваши вопросы они очень похожи с тем и что пытаются продвигать вот эти конторские как я их называю конторские фсб которые вот сидят значит у них есть стенка они в наушниках они у них абсолютно нету эмоций и они полностью продвигают вот есть их список вопросов одни и те же не их продвигают я уже их миллион раз видел так вот я хочу спросить какая ваша цель вот я же говорю донести ну еще какие-то представления израиль войны тяжелые пережил и у нас не то что опыт есть но выработалась вакцина с тем как жить во время войны и как жить рядом с врагом или с врагом который недалеко от тебя и мне порой кажется мое личное мнение что ну есть какой-то момент того что враг превратился как будто бы он не враг а просто какой-то пугал может быть ошибаюсь может это не так угол а нет с вами я разговаривал потому что вы историк ну а историк на моем представлении он смотрит отстранен он он над схваткой в смысле исторических событий он смотрит как знаете как вот делаешь операцию ты не обращаешь внимание террористы или вот это ты потому что просто лечишь человека и также историк изучает материалы без без личного участия поэтому с вами разговаривал об этом вести с простыми людьми об этом не разговаривают нет смысла потому что не ну слушайте я понимаю о чем вы типа естественно историк типа он анализирует он вообще не должен опираться никакие собственно национальные даже признаки эмоциональные признаки и так дальше и дело дело в том что сейчас если вы могли заметить сейчас работает пропаганда так что она хочет полностью полностью уничтожить нашу историю в том числе ну то есть вроде как ее никуда не было и эта проблема в том что если например берется там историк который спокойно себя нейтрально рассказывает вот те иные события говорит вот была русь были там жили значит какие-то русины а те кто принимал веру называли себя русские вот и как бы это все там развивалось что одни так другие так и так дальше но если вот так историк общается с типичным московитом россиянином да как понятно выражаться то россиянин быстро же схватывает эту а так там же были русские о а где здесь украинцы а где то есть вы даете что-то за чтобы зацепиться и переворачивать да то есть исторический исторический нет неталитет в данном случае абсолютно не то что не действует он даже напротив подстрекает помогает нашим врагам нас пропагандистки уничтожают поэтому когда например вы поднимаете вопросы по еврейским там с вами только да я понимаю я понимаю я понимаю что конечно были могли быть случаях всегда типа вот как ни крути невозможно особенно когда идет война этот хаос вот этот может быть такие случаи что действительно попал там под удары евреи или литвин или украинец и так дальше вот и тут тут как бы вот ну нужно только принять то что уж было вот но если если я это скажу покажу вот россиянину он скажу так это уже антисемиты всегда были типа и так дальше это так используется эта война даже информационная война ну слушайте информационную слава богу украина на мой взгляд победила выиграла еще до того что произошло в буче и в области ну а скажите а вот у вас как вот есть информационная война в израиле и и первые кого наказывают это те кто начинает подстрекать против араба его же внутренняя безопасность начинает щемить притом знаете искренне как у нас разрешены пытки психологически и физически если это угроза национальной безопасности и даже применяется иногда психологические пытки к евреям если они там бегали поджигали арабские деревни или собирались то есть все чтобы предотвратить потому что если сваливаться в эту агрессию то мы превращаемся в них в этом в этом посылка понимаете я вам скажу вот факт да в семьдесят третьем году войны египтяне когда ну начали там были форты стояли на сенайском полуострове там было 500 военных наших израильцев египтяне прорвали оборону и захватили пленных знаете что они начали делать они начали вспарывать животы есть органы выдавали глаза и орать представляете вот с кем мы воевали вот это искренне слава богу не было знаете видеозаписи чтобы это ну понимаете да сейчас война другая потому что сейчас все в открытый доступ ну вот вот такая ситуация понимаете с кем воюем вот нельзя до их уровня падать в смысле вы поняли о чем ну это да это знаете у нас как раз у нас уже были видео когда наши и так дальше и украинцы украинцы сами по себе вот как бы как мне кажется они более мирные типа но когда они видят когда вот с их военными там мирными жителями делают вот такие вещи они действительно стоят как готовыми воевать я не скажу что не скажу что вот можно видеть развить в украинцев такую ненависть чтобы они хотели воевать бесконечно типа допоки как оно господи пока есть война на нашей территории вот пока есть ненависть как только как только вот нету войны и сразу ненависть и даже сейчас эта ненависть, она как-то все равно. Против первых месяцев она уже меньше, собственно. Поэтому не знаю, как с вашим народом, типа. Вот как у вас практика? Ну вот у нас практика такая. Злости-то хочется, ты идешь, а там недалеко от тебя теракт. Ну чего, раньше ты хотел. Я раньше, когда поначалу приехал, я думал, что над напалмом всех арабов же. Честно. Потом ты со временем в армию идешь. Ты понимаешь, что это не выход. Ну, вы поняли о чем-то, да? Ну да. У меня сосед, спецназовец пограничных войск. Это те, кто заходят переодетыми в арабов и там проводят свои какие-то операции. Ну, то есть прям вот такие ребята. Ну, ранили очень сильно, что он не смог ходить поначалу. Здесь, ну, ребята его охраняли, вытаскивали как могли. Он сейчас делает перестройку террас. У него работают арабы, тоже палестинские. Они прекрасные рабочие. Они работают. Хотя пострелил его кто-то один из арабов. Вот поняли, да, мой посыл? Да. Смотрите, я хотел бы услышать, вот я вообще мало знаю, если честно, про там вот этот конфликт, типа, из Алия из Палестины. Ну, я как? Я знаю, что он есть. Он не очень давно есть. Но вот именно вот эти детали, что за что вот война, типа, как это? Религийный случай или как это? Более какой-то территориальный, то есть за землю там какую-то. Я не совсем понимаю, из-за чего этот конфликт. Ну, вот смотрите, вы же знаете, что была Османская империя. Здесь воевали британцы с османами. И даже был еврейский легион. И с конца 19 века сюда начали стекаться евреи на свою историческую родину. Сионизм появился. И барон Ротчель французских кровей начал помогать искупать здесь землю, по большому счету. У Османской еще империи. И у некоторых арабских просто зажиточных землевладельцев. Поганая земля была. Но суть не в этом. И потом что произошло? Османские империи развалились после Первой мировой. И Османская империя не стала. И тогда образовалась Лига наций. Помните, да? И Лига наций дала мандат двум государствам, двум империям. Британии и Франции. На этих землях основы государств. Такому что здесь ничего не было. Вот просто ничего не было, да? И французы начали свои дела делать. Британцы свои. И британцам был мандат дат на то, чтобы здесь основать государство для евреев. Ну а британцы больше общались с арабскими. Помогали арабскому миру. Грубо говоря, да? Ну и евреи боролись и с теми, и с теми. Вот, например, этнический состав Иерусалима на 1912 год. Это 60% евреи, 90% христиан. Ну и 10% там получается арабское население, небольшой квартал. Вот это весь Иерусалим был. Но много передряг, было мандат, потом Вторая мировая, ну все вот это. Да, кстати, имамом Иерусалима потом все-таки стал. Аль-Хусейн, это человек, который был на зарплате Гитлера, и один из идеологов колокола. Интересно. Он, да, Аль-Хусейн, если вот вы запомните, почитайте про него, про этого товарища. Я забью себя здесь. Аль-Хусейн, да. И имам Иерусалима. И он, в принципе, был тот, кто провоцировал, он хотел даже здесь устроить концентрационные лагеря для евреев. Ну и это, в общем, долго шла. Это борьба. В итоге британцы сказали, хватит. И ООН объявила, что ребята, искали разные комиссии, думали, что делать. Искали, все, давайте разделим вот эту территорию, называемую Палестину, на еврейское и арабское государство. Евреи практически сразу сказали, да. А Лига арабских государств сказала, нет. И одномоментно заняла территорию, которая должна была принадлежать арабскому государству. И напала на Израиль. Все. С этого началась война за независимость. И войне за независимость Израиль оттеснил и занял какие-то территории. Подписали мнимые мирные договора. И потом с периодичностью, там, пять лет, или вяло текущие, шли войны. Все. Вот. Израиль расширял свои занятые территории, потому что, ну, нужна буферная зона. Вот вам в Украине, мне кажется, тоже, ну, как бы, ну, нельзя будет. Знаете, Белгород стоит, вот, и вы, да? А как вы представляете, это ж можно пуляться туда-обратно. То есть, как бы, ну, поняли, о чем это. Ну, да, типа, это ж один сценарий. Пытаются, типа, то ли сделать, там, Белгородскую, Брянская, Воронежская и так дальше вот эти, короче, области, на которых, кстати, когда-то жили этнические украинцы. Также, вот, сделать их буферными зонами, если... Ну, то есть, вообще, в идеале, конечно, Украина хочет, чтобы Россия все же не выдержала и распалась, но, конечно, это маловероятно, как мы сейчас видим. Вот, надежда только есть, вот, как Вася Украинка писала, без надежды, надеюсь. Вот, так, вот, да, с буферными зонами. А у вас, получается, изначально у вас было, ну, то есть, евреи, вот, были на большей территории, чем сейчас, или как? Или вот что разделилось? Воборот, меньше интереснее, были куплены земли, тут же еще две пустыни небольшие. И просто, вот, британцы сказали, вот так порежем, по карте вот так, вот это будет так, и все. И даже часть земель осталась в Сирии, принадлежащих евреям, ну, всякое такое. Ну, и началась война, на тебя напали. Ты, когда на тебя нападают, ты должен откинуть, и ты заходишь на территорию врага, ну, чтобы остановить войну. А в своих пределах сложно остановить войну. Ну, ясно. И там, вы поняли, то есть, мы, по сути своей, для мира, ну, как бы, мы агрессоры. Понимаете, да? Ну, то есть, у вас сейчас военные вот эти действия, они в буферной зоне проходят, получается. Конечно, буферные зоны, или обстрелы буферных зон, или приграничных очень близко. В этом и смысл буферной зоны. А на сам Израиль, там, на Ярисалим не залетает, или залетает, но тогда купол, купол, тогда все перекрывает. Не все. Купол сбивает ракеты, класса, вот как у вас шахеды летят. Не, ну, понятно. А что посложнее, это уже, ну, вот как бы у вас вот стоят патриоты, да, сейчас. Ну, только не патриоты, а другие. Ну, ясно, ясно. Вот такая ситуация. Но у нас окружают все прокси войска Ирана. То есть, вот как у вас был Донецк и Луганский област, где прокси были российские, ну, грубо говоря, да? Ну, да. У нас то же самое иранские. Иран их снабжает очень хорошо вооружением, и у них очень мало оружия, которое достреливает, уже обстреливает пол Израиля. Понятно. То есть, как так получается, что в Ирана вот есть, его же там тоже санкциями поддавали, вроде как запрещали, там им эмбарго на нефть было, или я что-то путаю. Да, все правильно. А потом было же нефть в обмен на продовольствие, это же вот это вот было. Вы понимаете, Запад все время играет в какие-то свои игры. Он помогает Израилю и не помогает. Он помогает арабам против Израиля, он помогает Израилю. Они всегда, это все время какая-то игра. Почему? Много разных объяснений. Ну, вот понимаете, я открываю сегодняшнюю статистику наших аналитиков, и в ракетах, которые летят сейчас на Украину, 80% чипов американских. Да, я тоже читал сегодня, там 85 даже. Даже 85, может, я не тоже. Понимаете, вот ответы. Притом, это может быть не правительство, это бизнес находит какие-то лазейки. Да, конечно, да, конечно. Слушайте, хотел еще, я вас понял, слушайте, хотел еще спросить, вот мне интересно, вот получается, еврейская государственность, она как таковая появилась вот буквально недавно, да, получается? Или она до этого... Восьмой год. То есть, изначально, вот, когда еще по Римской империи, да? Выгнали, да, римляне же выгнали восстание. Да, да, то есть, а как... Сначала, ну, в тысячи. Да, вот меня интересует, как вообще еврейский народ смог выжить на протяжении таких тысячелетий, вот буквально. Как это возможно? Вот. Язык и вера. Но вера, это как бы больше образ жизни. Все. Вот. Это то, что сохраняло еврейские общины. Даже те кагалы, которые жили компактно на нынешней территории Украины, да, местечки, да, так называемые, они же, как правило, всегда были закрытыми обществами. Они изучали свою религию, продолжали ее и язык. Был и ядыш. То есть, это настолько, типа, надо вот действительно иметь какое-то вот такое сильное желание постоянно сберечь вот эту собственную историю, там, этот, что не растворится вот в вот этих всех, там, других странах и так дальше, а вот именно действительно сохранить свою вот первоначальную исконную... Да, вот это интересно. Вот поэтому, мне кажется, что для украинцев, вера, я не знаю, вера у вас, наверное, все-таки у вас много, да, кто-то ведь католик... Ну да, там, греки-католик, православный, там, вообще, наверное, сейчас вообще нет упора. Да, а вот язык, это вот, наверное, тот клей, который состав, который склеивает нацию. Ну, наверное, ну, еще, наверное, там, много еще можно что-то придумать, но это уже внутри вашего государства. А вот язык, это то, что... Да, вот... Вы знаете, то, что объединять будет... Вы поймите, у вас же большие общины, ведь разбросанные по всему миру. Ну, не разбросанные, а проживают, да? Ну да, диаспоры, да. Канадская диаспора, конечно. И вот это язык, это то, что вас связывает в любом, мне это кажется, должно связывать. Ну, кстати, очень интересно, да, вот смотрите, даже диаспоры, получается, они даже иногда больше сохраняют вот эту идентичность, ну, на протяжении тысячелетий, то есть они там выехали там 200 лет назад, 100 лет такое, ну, не очень давно, если сравнивать с еврейским народом, потому что это очень... Вот, но, тем не менее, сохраняют действительно тоже такую идентичность больше, я бы сказал, чем самой Украине, где вот стараются русифицировать, то есть вот эта русификация Российской империи, она очень сильно, ну, она отдала очень сильно по городам, которые сейчас вот, ну, наполовину вот по-любому говорят, там, вот эти, что попадали под Российскую империю, не говорят, половина точно на Российском, вот, и сейчас вот этот вопрос, типа, а нужно ли учить украинский язык, типа, ну, естественно, нужно, типа, как сохранить украинцев, если не учить украинский язык? Сто процентов знание языка, это то, что ты можешь быть внутри этого общества, потому что кто не знает языка, он собакой, выглядит как собака, он может что-то, он понимает все, но сказать он ничего не может, и ты вне общества, вне контекста жизни. Ну, конечно. Это в любом, в Израиле то же самое. Есть такие идиоты, которые приехали в бывшую СССР, или там приезжают до сих пор, и живут 10 лет, они не знают, ну, 5, 15, 20 слов знают на иврите, они ничего не понимают. Ты сам себе как бы ставишь рамки того, что ты становишься как идиот. А как они на русском общаются, или что? Они всегда просят, знаете, есть такое выражение, которое, кстати, ну, вам оно неприменимо, но в Израиле такая страна, где порой дети учат языку в своих родительствах. Вы поняли, о чем я? Интересно. Например, эфиопская, вы представляете, евреи в Эфиопии, а было несколько плебен, которые вот просто как-то к ним затесался иудаизм, а значит, не евреи. Их самолетами сюда привозили, понимаете, они, ну, прям племена дикие были, да? Понимаете, какая у них была абсорбция дикая, им давали льготы, ну, в общем, тяжелые поколения. Ну, конечно. Куда деваться? Родители брали уже детей, которые здесь выросли, в Израиле, и ходили с детьми в банк, чтобы дети сидели, переводили им, что происходит в банке. Ну, детишни же как бы легче воспринимают этот, учат язык, на котором везде есть общение, типа там, в школе, дет-и, да. Язык, дети сразу язык схватывают. Интересно. Ну, да, то есть, и вот эти моменты, то есть первому поколению, кто приезжает жить, ну, в какую-то другую страну, оно всегда очень непростое, а второе поколение и третье уже, они называются в Израиле кактусы. То есть, ты кактус, это тот, да, это ты, который уже живешь не первое поколение. То есть, второе поколение, ты кактус, если переводить на русский язык. Интересно. Нет, видите, вот интересно, вот отличный пример того, что для украинцев, какой стимул учить украинский язык, типа, что вот не сомневаться, а нужно ли, типа. Вот, потому что вот действительно проблема, такая проблема, вот выучили уже шарсифицирование и уже они не хотят никак пытаться, даже пытаться не хотят, хоть там приезжают действительно какие-то вот удивляют, приезжают там даже с Африки какие-то люди, которые, ну, учиться приезжают, вот европейская страна, типа, все, типа. Они не знают, учат украинский. Да, они учат украинский и даже могут лучше говорить на этом украинском, если проживут пару лет, чем вот те, кто на русском говорил, ну, он украинцами, естественно, себя считает, но вот даже не пытается, типа, ну, честное слово, да. Это лень. Да, это обычная лень. Я согласен полностью. Просто когда тебе поставят условие, что, ну, ты должен что-то сказать. Ну, что у тебя, поначалу я не знаю языка, но я уже выучил там на машине, там уже и в армии побывал, ну, не в армии, и до армии. И у меня постанавливает полицейский, а я вот могу сказать несколько фраз. Ну, вот ты себя чувствуешь идиотом, но тебе хочется все-таки выучить язык, чтобы не чувствоваться идиотом. Ну, понимаете, да? Притом никто не смеется, ты, вот это тоже большой плюс. Знаешь, если ты неправильно говоришь что-то, то тебя просто спокойно поправляют, говорят, нет, вот так правильно. Нет, вот так правильно. Да, то есть и ударение неправильно, или окончание ошибся. То есть с пониманием. Абсолютно, потому что страна эмигранта. Ну, в Астане страна эмигранта. Поэтому, как бы, немножко другое. Это, да, это, кстати, очень важный фактор, что если есть поддержка такая, то намного легче вы потом уже учатся этот же язык. У тебя нет комплекса начать говорить. То есть, вот ты неправильно говоришь, понимаешь, ты подходит вот женщина с того, что на рынок. Да, ты психология, да. Она говорит, дать мне яблок килограмм. Вот она так построила предложение на иврите. Продавец не будет смеяться. Он скажет, да, каких? Он говорит, ну, ее поправят и, может быть, скажет ей правильно. Она услышит это 10 раз, и ты это запомнишь. И в следующий раз, на 11 раз ты скажешь уже эту фразу правильно. Уже что-то ты выучил. Ну, да, в принципе, в принципе, все логично, все нормально. Да, я понял. Слушайте, ну, у вас есть какие-то еще вопросы? Меня, в принципе, нет. У меня к вам нет вопросов. Я очень рад, что мы так поговорили с вами. Да, я хотел бы еще, как я обещал, извиниться за то, что я вас, значит, подумал, что вы с конторы, как-то там вас обозвал, что вы конторский из ФСБ и так дальше. Я принимаю то, что я был не прав. Вот, все по-честному, все как есть. Типа, вот, то, что обещал, то и свои обещания выполню. Вам продвижение канала, скорейшего освобождения всех территорий от захватчика, как можно меньшими потерями и кровью. И вашу работу, вашу, и вашей среды блогерской, и исторической, какой-то другой, я понимаю, почему вы это делаете и поддерживаете. Ну, в силу своих позиций. Будем учиться даже у того же самого еврейского народа, как теперь бороться с этими оккупантами-захватчиками, потому что для украинцев, вот, сколько история их не трепает, не пытается научить, они вот все заново, короче, все каждый раз по-новой. Поэтому будем теперь, даже на вашем примере... Надо пройти до конца какой-то путь, и тогда вот этот путь закончится. Да, потому что все вот на зарождении, обычно, когда пытались бороться за независимость, сразу же это вот придушивали буквально первые же десятилетия. Я именно это читал, у меня это было дико, искренне, но не обидно, а как-то вот она, вот независимость, вот она, и ее раз, и она растаяла, ее нету. Вот вроде опять не дали шанса, здесь опять не то, и вот оно каждый раз. Сейчас это настоящий шанс в Украине обрести независимость. Ну, это, знаете, это, знаете, просто вот раньше как-то поддержка была меньше, честно говоря, вот даже других стран, даже если ту же Казаччину брать, да, была поддержка, но не супер большая. А вот это, если брать там Украинскую Народную Республику, тоже вроде да-да, типа, но потом вот распалась там, проиграла войну даже Германия, с которой подписывали, ну, она тогда была еще, казалось нормальной, типа. И все, сразу все завалилось, все полностью, вся независимость улетела, даже вот только попробовали, и сразу все. Снова опять нас со всех сторон разодрали. Ну, слава богу, слава богу, сейчас уже чуть, даже не чуть, а кардинально по-другому все. Это радует. Это важно. Хоть что-то. За это, вот этим вы напоминаете мне лично войну нас с захватчиками, вернее, с агрессорами, которые на нас нападают. Ну, вы рассказали вот так кратко. Мне, да, действительно, есть похожие вот эти параллели, типа, надо почитать, поинтересоваться, боя. Смотрите поглубже. Как-то на это еще там не особо, ну, не особо изучал, не было во времени банально. Ясненько. Ладно, спасибо вам за явух. Берегите себя и слава Украине. Героям слава. Ну что, сподобалось відео? Тоді не забывай подписаться на мой YouTube, Telegram, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon чи за реквізитами, що знаходиться в описі під відео. Дякую.